здравствуйте друзья вопрос зачитываю сделайте пожалуйста видео про российское образование то есть насколько котируются российские дипломы в сша если профессии скобках дипломы которые имеют привилегии в случае если не котируется российский диплом в чем практически уверен то есть ли курсы переквалификации или какие-то какие-то короткосрочные курсы по своей же специальности или все-таки надо начать с нуля если есть такие курсы сколько примерно они стоят и по времени сколько примерно для отца спасибо за внимание ну что же при том что вопрос давайте мы будем двигаться пока при том что вопрос как бы несложный поговорим на эту тему я бы так немножко переформулировал только в том смысле что не не специфический российский диплом а вот допустим любой иностранный скажем вот один диплом американский иди и диплом не американский вы можете сказать ну да ну вот может быть там скажем английский диплом как-то лучше чем допустим там из туркмении и да и нет как где то да где то нет так что вот поговорим на на эту тему потому что люди когда из одной страны в другую переезжают или по иммиграции или там в силу каких-то других причин там может быть временно и у них возникает вопрос с работой в частности есть такие работы где без диплома определенного уровня просто и не возьмут не все профессии настолько открыты как например современные айти где ты можешь быть с любым образованием и даже в общем то и без образования если молодой цик совершенно нормально вот и работать и зарабатывать какие-то жуткие деньги при том что вообще никакого образования нет есть области куда более консервативные я помню знаете был момент в жизни когда была рецессия связанная с обвалом интернет бума и мы тогда перебросились добавили к тому что мы делаем курсы по железу как бы по разработке железа я собственно изначально по профессии железячник и вот хардвер бери и хардвер дизайн верификации называется и вот этот самый дизайн верификации я пошел по компаниям тут достаточно много пошел по компаниям договариваться про интерн шипы там на мероприятия всякие ходил и так далее и они говорят но мы не можем никого взять если у него нет образования либо по electrical engineering либо по computer science они это как он будет у нас работать и в какой-то компании мне там начальника ты знаешь год был случай взяли человека у него phd докторская степень по физике то есть физики обычно нормально но одно дело физика которые скажем там материалами занимаются а этот был астроном мы с ним намучились ты не представляешь как вот ну ну невозможно то есть есть области очень закрытые не то чтобы знаете они закрыты каким-то вот декретом но просто ты не сможешь там работать если у тебя нет определенного образования просто не сможешь вот есть в области закрыты за счет лицензирования специального которые там есть то есть вы можете закончить там скажем юридический факультет в университете вот даже в америке вот вы пошли закончили университет но вы не можете работать адвокатом до тех пор пока не сдадите экзамен на членство в коллегии адвокатов так называемый бар экзамен и вот не сдал и не сдал и неважно есть у тебя образование или нет ты практиковать не можешь ну то есть ты можешь выполнять какую-то работу не требующую сдачи вот этого экзамена не требующую там допустим ходить в суд там выступать перед судьями там ввести определенный уровень дел и так далее конечно так можно вроде бумажку получил а толку нету поэтому мы все-таки больше сейчас возвращаемся к теме иностранный диплом американский диплом если разница там и так далее вообще слова котироваться вообще котировка дипломов это довольно странная вещь потому что я бы так сказал есть университеты ну как бы престижные престижность существует на на нескольких уровнях есть престижность такая все американская но допустим вы закончили там гарвард или ел да и там принстон перевод стэнфорд тут рядышком вот это все американское признание то есть очень много есть организации которые с удовольствием с вами поговорят просто потому что вот вы оттуда то есть скажем так есть дипломы есть такие университеты которые открывают двери многие знаете есть дипломы открывающие двери а есть дипломы которые открывают может быть уже не такие двери а какие-то поменьше а там еще поменьше там уже и вовсе никаких то есть определенный уровень так вот есть уровень национального такого признания и для этого вы должны были бы закончить вот скажем один там из не стоит может быть десятка американских университет насчет иностранных наверное если это будет там что-то такое из очень известного широко там кембридж какой-то ли там я не знаю сорбона наверно тоже есть какое-то хождение у этого всего не неплохое вот я не сталкивался но догадываюсь как бы известные заведения престижные то есть на определенном уровне это вам зачтется теперь что касается да это национальный такой уровень международным национальный вот дальше есть региональные какие-то вещи вот допустим мы находимся в с вами сейчас едем по северной калифорнии северная калифорния вот тут сан-франциско в ту сторону сан-хосе в эту сторону вот тут вот мы находимся и тут есть региональные университеты например есть вполне такой ну как бы ничего но вот местные санозе стоит он конечно не бог весть что но но ничего есть санта-круз университет вполне приличный есть там допустим ближе к сакраменто там еще кое-чего но юси дэвис так называем есть тут частный университет называется санта-клара university то есть частные есть государственные но они как бы локальные если вы отъедете там отсюда там 200 километров то никто не знает об их существовании но среди локальных университетов тоже есть какое-то свое ранжирует есть официальные котировки значит когда там всякие журналы публикуют рейтинги рейтинги составляются на уровне каких-то критериев критерии там эти известны опубликованы вы можете соглашаться с ними не соглашаться критерии эти рейтинги эти могут быть отдельно по в целом как бы искать достоинством отдельно по каким-то областям вот например у нас тут есть рядышком университет беркли и по каким-то отраслям там беркли он там в тройке там лучших университетов страны и и то же самое стэнфорд например да то есть в чем-то они очень сильные в чем-то они может быть не такие сильные вот допустим университет в санта-круз вот туда отсюда минут 45 езды он на океане и он считается ведущим в стране по биологии моря океана marine biology а вот вот он ведущий поэтому если вы хотите вот в этой области вы его закончили то это как бы марка высшие пробы и так далее но у нас речь идет о том что человек где-то учился в другой стране у него есть какой-то диплом он приезжает в сша дальше начинается такая история если профессия не требует специального лицензирования ну скажем архитектор врач еще кое-что есть если не требует специального лицензирования то вы просто движетесь на рынок и дальше все определяется тем насколько рынок этот активный или неактивный например вот мы имеем дело с рынком компьютерных технологий здесь кремниевой долине и рынок настолько перегрет что уже не важно там какое-то образование там и уже ничего не важно людей не хватает эти когда людей не хватает ты выбираешь из того что есть из того что есть но может и бы ничего бы этого не взял но уже поскольку все равно надо что-то ну ты хотя бы вот берешь там ну ну получше вот поэтому уже там не не выпендриваются но уже такой опыт сякой опыт я уже не говорю о том что опыт допустим программирование на языке там python хоть ты в китае будь хоть на мадагаскаре хоть соединенных штатах но вот язык тот же самый правило описаны значит доступ через интернет есть ко всем там не знаю источникам ресурсам и в общем то никакой проблемы нет я уже не говорю о том что очень многие люди удаленно работают и он может быть там приехал из украины а последние 10 лет там был на американских проектах или там европейских и так далее на иностранных то же самое из россии там и из индии еще откуда то есть есть конечно профессии более открытые и более конвертируемые навыки более конвертируемые конечно технологии в этом смысле лидирует да потому что но нужно что же вот так так устроена просто характер характер этого всего такой международной если вы хотите быть допустим даже не знаю там ну скажем а человек часто спрашивают знаете спрашивает вот я project manager например могу ли я приехать в сша и сразу пойти работать project manager или там программ менеджер и так далее а тут уже получается не только то что ты понимаешь какие-то вещи но но связано также с тем что ты в какой-то культуре находишься скажем project менеджментом в арабских эмиратах может быть совсем не то же самое что где-нибудь в красноярске смысле отношений как бы системы и так далее и может сильно отличаться от испании или допустим канады то есть там где появляется элемент нахождение в какой-то культурной среде какой-то традиции там и так далее там уже начинаются тонкости то есть не обязательно тебя возьмут project менеджеры с 1 но первая твоя работа будет project менеджером но то ну 2 будет 3 будет найти начинаешь в своей же линии таскать бизнеса ты начинаешь может быть на ступеньку ниже и дальше движешься если тебе этого очень хочется но с точки зрения того что вот кому-то помешало там что диплом у него иностранный я честно сказать но вот кроме врачей архитекторов я даже не знаю кому это сильно помешало вот инженер ну скажем вот мы тут видим разных инженеров инженеров механиков например пожалуйста все все как один там кто хотел остаться инженером механиком все остались работают значит насчет курсов давайте мы так сделаем курсы помогают человеку подхватить что-то относительно недолго не каскать недолго до мало времени потратить какой-то конкретный навык может быть если речь идет о курсах которые просто профессию дают то это может конечно быть и год и два но есть уровень опять если ты например инженер у тебя высшее образование и ты идешь на курсы где готовят там технично то что же это за курс такой ты же не выйдешь из него снова инженером понимаете есть курсы которые помогают людям вот там где нужны лицензирование там где нужно пересдать экзамены какие-то вот допустим врачи да есть курсы которые берут иностранных врачей их подучивают и после этого они отправляются там сдавать экзамены такие курсы есть есть курсы например ну не курсы ну можно иностранный адвокат например он может приехать у него юридическое образование он в течение года учится на специальных программах и через год он сдал и это образование позволяет ему пойти и сдавать в этот самый бар экзам да то есть наступление в коллегию адвокат у него нет степени доктора юриспруденции как вот если по здесь учился но у него есть степень там называется master in law неважно эта степень позволяет ему сдавать бар и практиковать там и тогда то есть никаких ограничений курсов всевозможных очень много экономика динамичная все время что-то такое происходит какие-то профессии исчезают какие-то профессии вдруг не ниоткуда возникают и система гибкая есть очень очень много курсов насколько я помню в соединен в калифорнии вот где мы находимся при населении там приближающимся к 40 миллионам человек три тысячи только частных только частных три тысячи учебных заведений вот скажем вот такое как моё да но у меня одно а их тут три тысячи в которых люди повышают квалификацию меняют профессию и в общем я уже не говорю про онлайновые программы я не говорю про мощнейшие очень массовые системы такие как комьюнити колледжи это сити колледжи и так далее это тоже очень-очень массовая система мощная и там тоже люди получают профессию ну такой уровня вот среднего специального образования на техниках очень-очень мощно все поэтому есть еще один момент о котором может быть надо сказать вот есть человек у него есть какое-то образование он он хочет работать в этой профессии но есть время которое должно пройти просто вот бывают все нужно время время которое должно пройти может быть связано например с тем что у него английский не очень хороший или скажем так не дотягивает по языку вроде профессии есть и спрос есть вот не дотягивает такое бывает поэтому когда речь идет о том что вот профессия вот их диплом засчитывается ли мой диплом там и так далее если ты хочешь быть своей профессии ты будешь своей профессии это просто может занять некоторое время и с точки зрения переучивания надо быть готовым к тому что ты какое-то время находишься в состоянии так сказать на пути до на пути к тому к чему ты хотел бы прийти и считается так как то вот из опыта что у человека занимает там от пяти до семи лет пять-семь лет уходит в эмиграции да вот на то чтобы стать тем кем ты можешь стать и не 10 не 20 не год бывает у кого-то может и год я не знаю наверно бывает но но в общем какое-то время занимает поэтому надо понимать что ты приехал у тебя тут вот какие-то ограничения связаны с десятком разных причин могут быть вот но ты потихонечку их преодолеваешь значит я смотрю тут сколько курсы длятся сколько стоит а смотря чему вы хотите научиться вот может быть там за три месяца если вы попадете к нам и будете переучиваться на тестирование тестирования программного обеспечения три месяца плюс там два месяца на практике через полгода там считаем можно уже идти искать работу даже даже раньше значит может быть такие коротенькие может быть что-то существенно более длительное например если это с медициной связано в медицине тоже есть очень коротенькие но такие совсем там типа санитарки а если уже там медицина медицина это может быть скажем пару лет и и больше а потом после пару лет и будете время доучиваться и подучиваться и так далее такой процесс с перспективами да там есть куда расти поэтому во всяком бывает сколько стоит тоже вопрос интересный потому что стоить может зависит от того где вы учитесь если субсидированные программы субсидированные государством обычно то есть это вот city college community college и там все это стоит ну такие символические деньги все но не бесплатно но в общем как-то смехотворно мало если то же самое но не то что не то что то же самое но те же профессии в частном секторе это может легко стоить там много тысяч например вот есть bootcamp в сан-франциско очень известный популярный успешный bootcamp там учат программировать на джава скрипт такой full stack тогда много всего и 20 тысяч а есть bootcamp по 12 по 15 по 16 три месяца так капитально три месяца 6 дней в неделю по 11 часов там прям вот костями ложишься 20 тысяч за три месяца но это как бы уже такой ближе к экстриму вот а так если относительно короткий курс ну там допустим до полугода это может стоить тысяч восемь десять двенадцать пятнадцать вот так примерно и иногда я когда на это смотрю вот как человек находящийся внутри индустрии по переучиванию по смене профессии карьер чайнич как у нас тут называется изнутри смотрю и думаю боже вот они берут такие деньги а на выходе зарплаты у людей очень маленькие но но она как бы даже рад чего все непонятно кроме того когда вы на всякие курсы смотрите я бы сказал что важно с моей точки разделять курсы которые вам дают какой-то навык и или курсы которые дают профессию где вы можете работать по найму потому что бывает какой-то навык и он дается для того чтобы ну или профессия для того чтобы человек начал какой-то бизнес свой например вы можете выучиться на парикмахер и как парикмахер вы можете искать работу по найму там тоже лицензирование некоторые вы можете искать работу по найму а можете например пойти открыть свою парикмахерскую а можете например начать работать по найму а потом открыть свою парикмахерскую а можете не арендовать кресло в парикмахерской и там отдавать какую-то часть прихода или просто помесячно платить и вот как такой маленький бизнес вот у этого кресла есть бизнес, а есть работа, где ты получаешь зарплату и ты можешь примерно прикинуть заранее, сколько это зарплата, сколько я получу на первой работе, сколько я буду получать через два года, через пять лет есть ли какой-то выход куда-нибудь, там через десять или через десять будет то же самое, что через год и так далее и так далее, и так далее, то есть курсы ведущие к тому, что ты в бизнес идешь и курсы ведущие к тому, что ты, например, пошел и нашел работу и дальше вы начинаете смотреть востребована профессия, не востребована, сколько платят, в каком штате вы находитесь, где есть работа, где нет, это сложный комплекс такой, не то чтобы, знаете так послушал там дядю это там 10 минут и вроде все понятно но с точки зрения диплома и с точки зрения курсов я бы сказал так особых проблем нет если просуммировать мне надо говорят отчеты вот так долго рассуждал вот сказал бы коротко вот я говорю коротко особых проблем нет с курсами особых проблем нет с деньгами на курсы ну скажем так если вы действительно понимаете что вы делаете и зачем то то можно сказать что и с деньгами проблем нет то смысле что всегда можно одолжить в банке там деньги на образование если вы через там полгода скажете зачем я связался с этим всем она мне было не нужно тогда конечно вопрос том что вы там потратили 10 тысяч и просто и как бы выкинули в помойку но если вы знаете что вы делаете зачем вы делаете и так далее то вы просто инвестировали себя собственно вот и все счастливо и до новых встреч